Пойдём, Санёк, в море. У нас вот такой замечательный рассвет. И сегодня Новый Год. Кусок мяса вот такого 300 долларов будет стоить. Филе лосося, белые креветки, 21 бакс, 20 долларов, 16 баксов. Нью-Йорк стейк, смотрите, 46 долларов. Бутылку Дом Перенёна, давай возьмём. В общем, вот тут всё написано, получилось. Мы приехали вверх на самый верхний этаж. 550 квадратных метров. Это прям фрауф, который стоит 17 миллионов долларов. То есть все знают мою фамилию. Тебе все говорят, мистер Кондрашов. Ух, 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 вот это да. Всех с годом быка. Ну что, ребят, всем доброе утро. Мы проснулись. Время 6 утра. У нас вот такой замечательный рассвет. И сегодня Новый Год. Новый Год. Санька. Давай, что пожелаем зрителям? Главное здоровье, чтобы как можно чаще встречали рассветы на море или океане. Чтобы вы видели, как ваши дети растут, всё время были рядышком с ними. Самое главное – это здоровье и денег. И Саша со мной присоединяется к вам и поздравляет по 2016 году. У нас сегодня 27 градусов. Сейчас где-то 25. Вижу, что там рыбачки вышли. Классная погода. Единственное, океан немного взволнованный. Но вода тёмкая, поэтому это особого значения не имеет. Наоборот, те, кто любит покататься на волнах, сегодня идеальная погода для этого. Можно серфинг устраивать. Кстати, что касаемо праздников в Америке, то здесь 24 и 25 декабря заканчивается Рождество. И, соответственно, Новый год для американцев не является как таковым праздником. Его никто не отмечает. То есть завтра уже всё будет работать. Сегодня тоже, может быть, в некоторых магазинах будет короткий день. А так, в принципе, здесь он проходит незаметно. То есть в основном это отмечают иностранцы. Такие как русские, СНГ, наверное, страны. Сами американцы Новый год не воспринимают как праздник, поэтому у них 1 января уже считается рабочий день. Санек у нас с утра уже играет, ждет, когда трактор поедет. Так, в общем, ребят, сейчас я вам покажу, как выглядит этот комплекс внутри. Он называется Jet Signature. Здесь вот валет-паркинг. То есть вы приезжаете, в вашу машину берут валетчики, парковщики, и отвозят на паркинг. У вас дома есть такой экранчик, где вы нажимаете, подать машину, и через несколько минут парковщик вам её сюда же пригоняет. То есть вы сами в гараж не паркуетесь. При этом можете отказаться от этой услуги и парковаться, но платить за неё всё равно будете. Дальше вот у нас тут центральный вход. Здесь можно нажать кнопочку, если вы не хотите браться за ручки. Дальше у нас вот здесь входная группа. Этот бассейн горячий, там есть холодный. Сегодня очень сильный ветер, поэтому на улице, наверное, снимать не буду вам. Покажу, что внутри. Здесь у нас детская комната для более взрослых детей. То есть мы с Сашкой тоже сюда приходим. Вот здесь выглядит таким образом. Здесь дети могут посмотреть телевизор, меткий ковёр, баскетбол можно сыграть. Вот дальше там уже улица, соответственно. Здесь у нас вот басик я уже показывал. Сейчас покажу детскую комнату для маленьких детей, прям для совсем маленьких. Вот она выглядит вот так. Здрасте. Здрасте. Здесь все русские. На самом деле очень много, кстати, с России и с Украины, ребят, русскоязычных. Здесь 4 секции, получается, и 4 лифта в каждой. На самом деле в каждой по 2 лифта. Один лифт для персонала, один лифт для жителей. Лифты очень скоростные, на 15 этаж поднимаются за 2-3 секунды. Но это очень классно, то есть не надо долго ждать. Здесь вот у нас бар небольшой. Да, то есть можно выпить любой напиток, который вам нравится. Так, а здесь у нас народ уже начинает отмечать Новый год. Сейчас я вам покажу еще площадочку. Ветер сегодня очень сильный. Вот, выходите вы из дома. И здесь вот можно полежать. Мы любим здесь лежать с Настей, а Малой здесь в песке копается. Дальше прям сразу идет отдельный пляж. Я вынужден ходить с этой тряпкой на лице, потому что сейчас карантин и такой закон. Ты должен обезопасить себя. Вот еще один бассейн. Он холодный, по-моему. Я, кстати, ни разу в нем не был. Не, тоже теплый. Более-менее теплый. Здесь прикольно, что тебе все говорят мистер Кондрашов. То есть все знают мою фамилию и обращаются там, например, мистер Кондрашов будьте аккуратны. Сегодня очень сильный ветер. Сейчас я вас еще отведу. Покажу спортзал и спа. На самом деле этот билдинг, ну это здание нам очень нравится. Намного лучше там то, где мы раньше жили. Это Трамп Рояль. Трамп уже более старый. Этому, насколько я знаю, два года как построили. Ну и людей очень мало. То есть это здание здесь меньше, чем на полгода снять невозможно. Соответственно, оно не так сильно ушатывается за счет большого количества людей. Ну, например, как в отеле, где задают на один день. Там и техника, и ремонт. То есть все очень быстро. Который приходит в негодность. Приехал лифт, соответственно, мне нужно отпечаток пальца приложить. Нажать спа и гум и дезинфектор. Здесь есть три джакузи. Одна из них ледяная. То есть здесь градусов 5, наверное, руку опускаешь. Невероятно холодная вода. Эта горячая. Ну и, соответственно, та чуть теплее. Также есть баня. Я сейчас вам ее покажу. Но она закрыта из-за карантина. Здесь у нас начинает общественный пляж. Вот он. Видите, где огороженный. Это кусочек всего лишь там 30 метров. Все остальное уже идут пляжи, которые принадлежат. На самом деле здесь все пляжи общественные. Просто есть какой-то договор, согласно которому здания могут выставлять свои лежаки. И на этих лежаках могут заложиться только те люди, которые живут в этих зданиях. Все здания расположены перпендикулярно океану. А это здание построили специально наискосок. Чтобы солнце, оно вот встает вот там, идет, 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 идет. И вот здесь закат происходит, садится. Чтобы солнце светило на пляж после 3 часов дня. То есть у всех остальных будет тень из-за вот этих зданий. Здесь есть солнце практически все время. Поэтому проектировщики продумали это. Здесь есть сауна, здесь у нас хаман и стимул. Вот так они выглядят. Ну, большой, новенький, чистенький. Но, к сожалению, все закрыто, потому что карантин. Я надеюсь, что вот видите, как здесь даже можно поддавать. Удивительно, обычно делают, что типа дороги. Очень классно все сделано. Вот я жду не дождусь, когда она нас откроет эту сауну. Буду сюда ходить каждый день. Потому что я очень люблю. И в Майами вообще бани на самом деле нормальных нет. То есть все, что здесь есть, это унылое говно. К другому я не назову. Баня, которая вот на Голливуде есть. Она плесневая, там неприятно находиться. Печка как будто в мусорке стоит. Но вот после России, в общем, это ужасно. Здесь у нас, соответственно, спортзал. Вот единственное, я не понимаю, почему в этом зале. Где подтягиваться? Смотрите, негде подтянуться. То есть вид классный. Тренажеры все хорошие, новые. Но подтянуться просто негде. Я люблю подтягиваться. Я делаю почти все упражнения на турнике. Потому что у меня больной позвоночник. Мне нужно тянуться постоянно. А здесь этого сделать невозможно. В общем, знатоки напишите, почему в фитнес-залах в Америке нет турника. Обычно. Здесь у нас зона спа. Можно заказать массаж. Очень все красиво, стильно. Ну, наверное, все вам показал, рассказал. Кстати, есть обслуживание на пляже. Есть обслуживание в номерах. Все удобно, кайфово. Я бы здесь купил квартиру, честно. Но вы должны понимать, что покупая здесь квартиру, вы на этом вряд ли что-то заработаете. Вы можете сохранить деньги в долларах. В недвижимости. Которая чуть-чуть может быть вырастет, а может и немножко упасть. Вы ни в коем случае не заработаете каких-то сумасшедших денег. Потому что сейчас недвижимость здесь очень высоко оценивается. За счет того, что сюда едет весь Лос-Анджелес, весь Нью-Йорк. Они все скупают. Здесь прайс из этого все время идет вверх. 5-6% годовых долларов. Это вполне реально зарабатывать, инвестируя в такую недвижимость. Но не более. Трактора помылись. На океане никого. На бассейне тоже. Один Санька. О, Санек, ты что туда закинул? Зачем туда закинул? Да. Сейчас будем доставать. Пойдем, Санек, в море. Потрогаем водичку, давай. Смотрите, какие сегодня волны. Хоть на серфинге катайся. На самом деле океан теплый, но вот сейчас кажется, как будто вода ледяная. Потому что на улице плюс 25 где-то. И кажется, что вода очень холодная. Но на самом деле это не так. О-о-о-о. Класс, да? О-о-о-о. Напугался? Лиза, да не бойся ты. Пойдем, пойдем, пойдем. Не надо на меня залазить, пошли, сам ходи. Пришли с Санькой в детскую комнату милиции, я это называю. Здесь вот такое небольшое помещение. Что такое? Ты что это приезжаешь, в котором можно поиграть с ребенком? Мы приехали вверх, на самый верхний этаж, в 550 квадратных метров. Ну вот, как я это говорил, почти 600. А он двухэтажный еще, слава себе. Он большой, он красивый. Слушай, ну сразу видно, что мебель дорогущая. Класс, у меня бы жена сейчас будет просто от восторга бы пищала. Очень красиво. Да, и вид, конечно, сумасшедший. Выше всех получается, да? Круто. А сколько всего комнат получается? Пять комнат. Пять комнат, семь ванных комнат. Класс. Да, на самом деле, я же уже второй раз здесь. У меня уже такие эмоции более подостыли. Первый раз, когда я зашел, я думал, каждая комната это главная комната. А это гостевая, кажется? А это гостевая, это просто для гостей. Может быть, даже у кого-то, ну, друзья приехали, остановились. Вот такой вот подарок им с видом на океан. Гостевой санузел. Душевая. Ну, посмотрите, обои самого высокого качества. Кстати, редко встретишь в Америке, чтобы вот был такой именно дизайн европейский. Кстати, ребята, вот сейчас Гальстрим отчетливо видно. Видите, все, что голубое, это вот Гальстримовское течение. А все, что мутное, это океан уже сам по себе. Ветер сильный. Самое интересное, что основную часть дома мы еще и даже не посмотрели. На этой стороне у вас есть доступ к кухне на двоих сторонах. Два входа. Если вы хотите прямо, то вы закрыли двери. Класс. Да, это такая кухня, где просто даже не хочется готовить. И на самом деле не нужно, если вы приходите к ним, можно сказать. Длинный холодильник. Ну, все, в общем, есть. И с таким видом шикарным. Да, во все стороны ведь красивые, конечно. Винный погребок. Для целителей хорошего вина. Да, тут заблудиться можно. Это сервис-портер, в котором у нас есть еще один бакуум. Для сервис-портера. Кстати, вот здесь интересная система умный дом. И вот эта вся панель, она управляет домом. То есть... Да. Это смарт-систем. Все это. Виндер-тритменты, все. Летки. И вот второй выход. И вот второй выход. О, конечно, Калас. Мастер такое просто обожает. И на такой дизайн. Надо было ее звать тоже. У нас тоже сонос стоит дома. Мы тоже только что ремонт закончили. Не трогайте рейлинг. Потому что она имеет электрическую вещь для панель. А, вау. Такой таймер. О, окей. Так что они не приходят и останутся на рейлинг. Так что она работает сейчас. Говорят, что птицы не садились и не засирали здесь все, да? Да. Да. У нас много сигналов. Мне, дети не должны быть на этом. Понятно. А птица умирает, если садится? Нет, они просто не садятся, потому что они чувствуют. Они не нравятся вообще. Да? Они не садятся. Они просто садятся. Электрические садятся. Просто садятся. Мне страшновато подходить к краю, потому что я высоту боюсь. Круто. Вот это я понимаю, да. За счет того, что этот пентхаус самый высокий, и, соответственно, вид самый красивый получается. Так, ну что, наверх давайте сходим, да? Да, давайте. Давайте сходим. Еще, кстати, мне нравится управление здесь. Очень удобно. То есть, нажимаешь welcome, везде свет зажигается. У нас тоже такой в квартире. Я вам потом покажу. То есть, можно выбрать зону, где... То есть, не надо куча выключателей. Вот такой маленький минимализм. И все очень удобно управляется. То есть, каждую кнопку можно запрограммировать. И плюс еще вот здесь есть экран, на котором вы тоже можете менять температуру. Зонировать. В общем, выключатели, включатели. Все здесь настраивается, программируется. В общем, все понятно и легко. У нас дома точно такая же штука стоит, только не этой компании. Но такая... И плюс это еще к вашему смартфону коннекция. То есть, вы можете с телефона укравлять. Например, я сейчас могу в Москве включить теплые полы, отключить все розетки, настроить температуру, какую мне надо. Включить проветривание. В общем, все. Открыть шторы. Ух, ух, ух. Вот это да. То есть, можно на лифте подняться прямо сюда сразу. То есть, два выхода с лифта вниз и вверх. И здесь такая уже комната отдыха. Обалденно. Тоже балконы с шикарным видом. Еще вся эта сторона освещается постоянно солнцем. Потому что восход у нас там, а закат у нас вот там. То есть, вы видите и рассвет, и закат. Очень круто. Это кабинет, да? Да. Кабинет, еще одна комната. Ага. Вы можете построить вверх. Они построили вверх. Но вы можете построить вверх. И сделать вверх. Класс. У него есть вверх. Вверх. Но... Диванчик, можете передохнуть, поработать. Стул. Только как-то стул украл. Да, мы должны закончить. А, ты здесь только-только сделали ремонт? Он прям чистейший. Прямо только-только. Еще не жил никто, да? Они живут, да. Они приезжают, да. Класс. Владельцы известные какие-то ребята или просто... Ну, то есть... Не феймос? Не селебрити? Ну, он селебрит в своем мире. Нет. Но не Холливуд. Нет, нет. Нет. Это мейн-рум, да? Нет. Мейн-рум вверх. Да, здесь тоже ванна, соответственно, душевая. Это очень... Ага. Туалет. Все, кстати, как японские тото. Я забыл, как дуровиты. Не знаю, но очень классные. То есть здесь можно поднимать крышку, например, вот таким образом. Закрывать. Вот, душка подогревается. Вот, у нас такие же японские дома стоят, только у нас тото. А это я не знаю, что за компания. О, это дурови. Это, я думаю, немецкий. А, это немецкий, да? Ну, еще лучше значит. Да, точно. Еще одна гостила. Да, может быть, няня для няни комната. Или просто детям. Если у тебя есть детям, то у тебя будет. Бабушка и дедушка приехали. Класс. Это бильярд. Да. И сейчас начинается самое место. Это будет мастер-бед. Да. То есть это кабинет, в котором хозяин работает. Вот это круто. Это специальный кран, который дает возможность, если вы сделали, например, какую-то серьезную сделку, умыться. Когда переживаете. Да. Да. Руки помыть, подумать, посидеть. И это будет мастер-бед. Вот это да. В общем, это главная спальня, хозяйская. Она с небольшим балкончиком, с видом на океан. Огромная просто, здесь вот шкаф. И дальше самое крутое, это гардероб. Все, здесь Настя бы сказала, берем. Да. Ну, класс. Огромный гардероб. А, еще и огромная ванна. И посередине стоит прозрачный душ. Это вообще классно. В общем, ребят, здесь ремонт стоит около 2,5 миллионов долларов. И в месяц вы будете платить 22 тысячи долларов. Это налог плюс обслуживание. То есть обслуживание стоит порядка 10 тысяч долларов. Налог стоит 150 тысяч долларов в год. Ну, то есть делите это, соответственно, на 12 месяцев. И получается каждый месяц 22 тысячи долларов за то, что вы владеете этой квартирой. Снять такую квартиру невозможно, потому что обычно, как правило, очень богатые люди являются владельцами этой недвижимости. Им не интересно просто сдавать свою недвижимость кому-то в аренду. Поэтому вы можете только это купить. Чтобы купить, нужно 17 миллионов 600 тысяч долларов. Как-то так. Есть куда стремиться и мотивация, конечно, когда ты ходишь по таким квартирам, понимаешь, насколько ты бедный. Работает маркетинг в Америке. Заказывает самолет за 400 долларов. И он в вашу рекламу. Покажет всем, кто на пляже. Ну, на пляже, на самом деле, не так много людей. Ну, такая реклама. Как привлечь ребенка? Я полетел. Мой лайфхак не всегда работает. Но когда делаешь звук самолета, он сразу... Нашел ты меня. Сладулькин, нашел? А ну иди сюда, куда пошел. Говори, как у тебя дела. Рассказывай. Что ты все время хочешь удрать куда-то? Побежал. Да, я знаю, как Санька подманить. Любит самолеты, вертолеты и все, что с этим связано. В общем, сейчас мы поедем в магазин, который называется Коска. Это как у нас Метрова в Москве, ну или как Ашан, только с очень хорошим качеством продуктов. Не самым топовым, но хорошим. И там есть наша любимая кара ягненка. Собственно говоря, мы за ним, в принципе, и едем. Это самая вкусная кара, которую я когда-либо ел. Она стоит недорого, и его просто невероятно вкусно готовить на гриле. Поэтому она всегда должна быть в морозилке. Знаешь, почему ты из моего костюма не вылазишь? Это потому, что у нас другого ничего нету с собой. Мы реально в Майами... С собой или вообще? Вообще, мы в Майами ничего не привезли. Никакую одежду вообще, абсолютно. Вполне комфортно в этих костюмах гонять. Я вообще не обламываюсь. Если бы не давление общества, я бы вообще просто в этом костюме и в хост, и в гриву бы ходила. Да, кстати, нельзя вот так ходить, как мы, без масок. Расскажи, что за машина? Здоровая, капец. Ну, расскажи, сколько стоит тачка? Тачка стоит 67 тысяч долларов. Новая? Новая, да. Но ты взял вариант? Мы взяли... Ну, это типа лизинг-шмизинг. Сколько в лизинг стоит? В машине-то? В машине-то без масок. Месяц 1700 выходит. Это все месяц. Это со страховкой, да. Все месяц. Персональной страховкой. 1700, да? Да. Нормально. А если бы у меня была постоянная здесь страховка, выходила бы намного меньше. А под красный можно вот так сезафором ехать? Да. Направо можно. Саша, смотрите, мне нравится такой рюкзачок? Саша, ты знаешь? Ну, симпатичный такой, мне нравится. Ты хочешь такой рюкзачок? Иди купи, какие проблемы? Вот нравится. Знаете, я поняла фишку моего мужа. Он мне никогда ни в чем не отказывает. А я вам сейчас скажу секрет. А секрет в том, что запретный плод сладок. Понимаете? А я ничего не покупаю, потому что он мне все разрешает, но я ничего не покупаю. Кайф. Замкнутый круг просто какой-то. А он просто потек эту фишку. Так, одеваем масочки обязательно, потому что без масочек нас не пусе. Ты не можешь снимать в Сахаре. А, извините. Пожалуйста, не снимать. Окей. Дом Перенен. Дом Перенен. Можешь представить? О, 169 стоит. Нормально? Продажа. Бутылка Дом Перенена. Давай возьмем. Нет, не надо Дом Перенена. Давай возьмем. Вот. Так, скажи, какое надо пить шампанское. Подожди. Да Дом Перенен самое мажорское. Тима. Пьер Пиларт надо пить шампанское. Ты знаешь, что Майот, Вдова Клико, Дом Перенен. Да, я знаю. Луи Виттон, Диор. Короче, можно ковер купить. Сколько стоит ковер? Смотри. Здоровый. 200 баксов. Офигенный, кстати. Потрогай. Настя. Это все не органи. Это USA. Я не ем не органи. Почему? Потому что. Что значит органик? Коровы не может быть органик. Она сама по себе органическая. Ты что, прикалываешься? Знаешь, что значит органик? Это значит, что там нет гормонов, антибиотиков. А такого мяса сейчас нет. Ты что, прикалываешься? Я покупаю каждый раз только такое мясо. Старите, ребят, кусок мяса вот такого. 300 долларов будет стоить. Ребай стек. Можно кормить просто толпу народу. Армию. Филе лосося. Вот. Смотрите. 22 доллара. Новофарм. То есть выращенный. Скорее всего будет с антибиотиками. И с гормоном роста. Это ребрышки свиные. Вот такой кусок стоит 39 долларов. Во. Вот это наша любимая кара, ребят. Это просто пушка. 15 долларов стоит. Лучшее, что есть в этом магазине. Еще желательно брать, чтобы тоненькие они были. Вот королевские креветки 30 долларов. Еще есть белые креветки 21 бакс. Замороженный гребешок 20 долларов. Кальмары 16 баксов. Это Нью-Йорк стейк, смотрите. Здесь 46 долларов можно, знаете, человек 8 накормить просто. Сразу. Я очень люблю здесь батоны. Они вкусные и горячие. Так, ну и я хочу шампанского хорошего взять, бутылочек. В общем, смотрите. Вот такая вот курочка. Вот такой косман. Стоит 10 долларов. А сыр сколько стоит? 21 доллар. Вот смотрите, здесь есть все сыры, какие вы любите. Еще виноград и это прям под винчик. Класс. Что-нибудь там высматривать. О, тарелка Митэн Чиз, смотрите. Не надо это брать. Смотри, гауда, чеддер. Прикольно, да? На тусовку. А это Митэн Чиз, смотрите, огромная тарелка. Ну, это для большой семьи очень круто. Это для тусовки, Настя. О, Настя. Антипаста, смотрите, какая. О, вот это я точно возьму. Хамон с сыром. 14 баксов. Нет, не надо, пожалуйста. Еще и две. Я люблю это. Ты не съешь это. Мы всегда это с шампанским выпивали. Саш, никогда не выпивали, ни разу не съедали. В том году я это выкидывала. Ну ладно. Хотя бы парму давай возьмем. Куда ты выкидываешь? Ты это не съешь. Я тебе слово даю, что ты это не съешь. А если я съем? Ну ты уже, я выкинула. Вот ты ветчину не съел, не съел. Колбасу не съел, не съел. Вот, парму надо взять. Ну вот это не бери, пожалуйста. Пожалуйста, я хочу. Мы под шампанское это выпьем с пацанами. С какими пацанами, где? Ну, на Новый год там я не знаю. Нам некуда это в холодильник класть, имею ввиду. Конечно, что ты мне рассказываешь. 10 пачек салфеток. Стоит 17 долларов. О, это фольга. Опа-на. Блин, это самое вкусное мороженое, которое я когда-либо ел. Причем стоит здесь всего лишь 12 баксов. Хагельдаст называется. Хагендас. Смотрите, сколько видов бекона свежего. 14 долларов такая пачка стоит. Сосисочки. Вот такая упаковка. Стоит 14 баксов. Вот. Лобстер спресс. Вот он. Вот это. Это? Да. Ну, что вкусное есть, рассказывай. Ну вот, смотри, набор сыров прикольный. Чтобы на эти мазать, на круассаны. Кайф. Кайф. Это типа нашего сулугуни. Это вот там, где холодильник. Там есть холодильник. В него заходишь. Вон, видишь, фреш продукт. Это органический нашел. Это органическое. Все органическое. Отлично. Вот такой нормальный. Вот здесь проект свежие продукты. Ух ты. Смотрите. Сразу почищенный, как Настя любит. Гранат. Насть, хочешь прикол? Гранаты? Почищенные. Они хорошие. Слушай, я бы побрезгивала. Почему? Потому что, как вы знаете, как их чистят? Вот так вот. Какими руками? Я не знаю. Вообще не могу тут представить. Ну вот прикинь, где ты будешь в рот класть. Помой. Нет. Нет, не бери. Это брезгли. Офигеть. А у нас так дорого кедровые орешки стоят. А здесь, вам они прикинь, какие огромные. Это не наши, да? Ну это, наверное, у них здесь же тоже какие-то кедры растут. Да. Смотрите, какие огромные. Здесь, ребята, невероятно крутые специи. Вот в таких вот банках. Официально для барбекю, для шашлыка. Главное их найти сейчас. Без соли даже есть. Обалдеть. Да, вот она. Норма? Да, 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 да. Вот, ребят, вам лайфхак. Покупайте эту штуку. С ней можно просто чего угодно жарить. И будет невероятно вкусно. Вот такой будет. Здесь нет глютена. Нет ничего, чтобы аллергию могло вызвать. 12 долларов стоит, но оно того стоит, поверьте. Вот это вообще просто лучшая штука. Да, я даже в инстаграм была. Лучшая штука, которую мы ели. Прикольно, что M&M's продается сразу в таких коробках в банках. Ты думай, M&M's-то просто с ведро. Соткай меня, пожалуйста. А еще посмотрите, здесь продается орехи и мишки вот эти. Помните? Желейные мишки. О, я нашел это. Я ел каждый день. Покупайте еще. 9 долларов стоит. Я очень люблю эти штуки. Я могу их есть тоннами. Смотрите, продается чисто 54 коробки сразу. И здесь все, все классические и такие. Вся линейка представлена. Если не хотите 50, то есть 30 за 13 долларов. Есть вот такие вот штуки. Обалдеть. Пройтись по ценам. В общем, вот тут все написано. Получилось 301 доллар. Это с учетом двух бутылок вдовое клюко, бумажное полотенце. Короче, ничего особого не купили. Как в Майами отмечают Новый год? Маленькая баночка икры, шампанское, галеты, пластиковые стаканчики где-то там. Ребят, давайте. Всех с годом быка. Ну нахрен эту крысу, да? Да, пошел нахрен. С Новым годом. Настя, давай. Что? Так ты выпить должен, что-то поставил. Я выпила уже, ты не снял. Что и на что? За быком. Я, честно говоря, сам не очень воспринимаю Новый год как праздник. Для меня это, ну не знаю, мне с детства родители не привили особо какой-то ценности этому празднику. Я все время его отмечал с друзьями где-то там. Ну то есть, кто когда был совсем маленький, с родителями. И то мы, там, в час ночи уже все спали, грубо говоря. У меня это, ну всего лишь Новый год, нет ничего такого, чтобы там, я не воспринимаю это прям какой-то супер крутой какой-то праздник, которому надо готовиться там. Ну вот нет, нет у меня этого. Ближе, как американцы это отмечают. Не знаю, кстати, почему. Я думаю, что скорее всего из-за того, что родители не привили это с раннего детства. Вот поэтому у нас даже елки сейчас нету. Потому что в фойе стоит красивая елка. Зачем загромождать нашу небольшую квартиру еще одной елкой, которую там первого числа придется уже убрать. Вот. Ну и как бы, зачем еще елка, когда есть океан? Мне вот как-то больше нравится. И не люблю зиму. Зима, мне кажется, идеальна, когда ты две недели катаешься на лыжах в году и две недели на снегоходе где-нибудь на Камчатке. Ну или еще в каком-то красивом месте. Вот месяц зимы вполне хватает. Все остальное время мне нравится вот такая погода, когда 25-27. И желательно, чтобы штиль еще был. Вот это просто идеально. Но у каждого свое. Многие люди любят зиму. У меня даже там Миша, например, для него это жарко. Ему нужно кататься на лыжах, ходить по снегу. Я не люблю, во-первых, одеваться. Да, зима бывает солнечная, там теплая, снежная. Это клево. Но, опять же, это очень быстро надоедает. То есть мы были в Шамани больше двух недель. И я помню, там в Вальдезир, Шамани. Я помню, как в конце надоело просто зима. Хотелось все-таки на море улететь. Ну и за счет того, что наше детство проходило в суровом российском климате, где зима бывает очень холодной, бывает слякоть, то за всю жизнь это приелось. И поэтому хочется как можно больше сейчас проводить время в тепле, на океане. Напомню, да, что я первый раз увидел море студентом. Это был Крым. Поэтому... Ну, не хватило мне моря в детстве. Если бы меня возили на море, может быть, я сейчас Санька, то, может быть, ему и будет хотеться в зиму как раз. А у меня, наоборот, у меня была нехватка в море. И вот то, что вам в детстве не хватает, вы потом стараетесь, когда вырастаете, стараетесь это нагонять. То же самое там с игрушками. Я, например, люблю поиграть в компьютерные игры, потому что в детстве у меня не было компьютера и не было присталок никаких. Мне родители не могли позволить купить. Вот. Поэтому сейчас я там в студенчестве особенно и после студенчества. Я играл сутками, там даже клан создал. В общем, сейчас не играю, потому что немножко самореализовался и перерос это. Вообще компьютерные игры это такая вещь, которая замыкает человека. То есть он не может реализоваться в настоящей жизни, он замыкается в компьютерной игре и пытается достичь чего-то там. Поэтому я быстренько перестроился и понял, что мне нужно делать определенные вещи в реальной жизни и от этого получать удовольствие. И поэтому меня сейчас не манит пойти поиграть. Ну то есть я даже пытался несколько раз, но мне уже не так это интересно, как жизнь. То есть жизнь намного интереснее, чем виртуальная игра. И в жизни добиваться поставленных целей намного круче, чем это делать в игре. Поэтому меньше играйте, больше живите настоящей жизнью. Всех с наступающим вам угодом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok